Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребятки, апдейт по попаданию вчерашним по Бавовне в Севастополе во временно оккупированном файном украинском месте Севастополь. Итак, друзья мои, я вам рассказывал, что нашими доблестными ракетами Скальп и доблестными ракетами Storm Shadow были поражены два российско-фашистских БДК, Ямал и Азов, которые там подвязались под стенками пирсов в Севастополе, это, собственно говоря, повторяют и рашисты, ничего нового в этом нет. Но, вот теперь самое интересное. Вторая часть мармезонского балета, и это среднеразведывательный и рашистский корабль Иван Хурс. И вот этот-то корабль, оказывается, попал под раздачу вместе с этими двумя БДК. И даже более того, что рашистские военкоры его сначала пишут, что он точно попал под раздачу. И точно попал под раздачу Ямал, а также пишут Азов. То есть, ну, они тоже подтверждают все три, просто как бы не подлежат сомнению Хурс и Ямал, а Азов как бы, ну да, тоже вроде попало ему. А что ж такое Иван Хурс, и это, кстати, замечательная новость, потому что, чтобы вы понимали, вот этот Хурс, это плавающий рэп, чтобы вы понимали. Там просто море электроники, там море оборудования. Насколько он сегодня мог выполнять свои задачи, может быть и мог уже. Почему? Потому что ему прилетало, возле него взрывался дрон морской, да, но это было, это, по-моему, было начало лета прошлого года. Вот поправьте меня, когда там по нему прилетело в море. Его допхали как-то до Севастополя, и он там стоял, его ремонтировали, возможно, уже и использовали даже. Вот, потому что все-таки почти год прошел, может что-то, как говорится, точное оборудование там и возобновили, может он уже и работал. Почему он очень важен? Смотрите, во-первых, у Рашиста всего лишь два корабля из этой серии. То есть это корабли той серии, один не на Черноморском флоте, он, кстати, слабее. Первый, этот второй, в 2018 году первый спустили. В 2016 году первый послабее по начинке, и он находится, по-моему, на Тихоокеанском флоте, то ли на Балтийском, не столь важно, не у нас, короче. А вот этот второй, самый, скажем так, хитро начиненный, с такой самой крутой, с самым крутым оборудованием, он был у них в Черноморском флоте. И вот он, фактически он уникален, других таких кораблей у них нет, и не знаю, строится ли, но, в общем-то, этот проект у них уникален. И этот корабль являл собой, фактически, базу по координации действий всего Российско-фашистского флота и их авиации. То есть он координирует, понимаете, это такая электронная фигня, типа как самолет А-50У. Да, на нем зациклена вся, то есть он координирует артиллерию, пехоту, авиацию, то есть абсолютно все действия, чтобы вы понимали, флот и так далее. Абсолютно все. Он держит нити ведения боя и так далее. Соответственно, с него осуществляется управление боем. Надо сказать, что не он же один оказался поражен. Поражен оказался также замаскированный, замаскированный центр управления связью Черноморского флота в Севастополе. Очень замаскированный, но вы же понимаете, жители Севастополя хотят назад в Украину. Практически каждый, кто хочет в Украину, он всегда смотрит. У него ушки на макушке, глазки смотрит. А где-то там расисты что сделали в файном украинском вместе с Севастополем. Ага, вот он этот склад или вот он этот пункт управления полетами, так сказать. А координатики, а передадим в СБУ, получай расист гранату. В данном случае скальпом по башке. Да, так вот, был уничтожен одновременно получается Иван Хурс, который мог осуществлять вот эти вещи. А также центр управления связью Черноморского флота, где было более 20 офицеров на дежурстве. Это однородные вещи. Итого прихлопнули. Вот так вот, чтобы вы понимали. Как у них там связь будет сейчас налаживаться? Ну, в принципе, азбукой морды стучат там, если что, господи. Может, смс-ку пошлют там, я не знаю. Или через WhatsApp будут там сношать друг друга. Ну, как-то так. Сейчас у них там... Да, причем о том, что попали по Хурсу, пишут практически все Z-блогеры. Ну, которые такие независимые, потому что, понятно, те, которые провластные, те, которые на прикорме, они выдают только ту дозированную информацию, которую разрешает их руководство. Эти неинтересны. Да, это мусор. Вот. А вот такие, как 13-й, такие там, как этот, скажите мне, Клочков и так далее, и так далее, эти более интересны. Они ВДВ за... Что у нас за справедливость, или как они там называются? Вот эти кадры, эти лупят правду матку, как говорится, в глаза. Вот, несмотря на то, что правда матка для них очень часто оказывается неприятной. Да? Вот. Но, в любом случае, вот они сейчас, как говорится, выдают вот эту информацию, что там не только Ямал и не только Азов. Я вам скажу, что если это действительно так, то повреждение вот этого курса, это для них, ну, как минимум, не лучше, чем повреждение, хоть Ямала, хоть Азова. Кстати, еще апдейт небольшой по ним. Да, ну, почему? Давайте с курсом. Почему? Потому что они тупо остались без связи. Все. Все, все, все. Да, еще раз говорю, остаться без связи в современном мире, это большая проблема. Да. А по Ямалу и по Азову там еще одна из деталь. Дело в том, что у них еще есть по списку еще шесть вот таких вот БДК в Черноморском флоте. Всего было 13. Семерых уже нет. Вот. Соответственно, ну, на ходу не все. Вот в чем все дело. Еще в Сирию надо ходить. А некому уже, да. Надо грузы в Крым доставлять, потому что железная дорога через этот Крымский мост работает на 40%. Не больше. Получается, что фактически львиную долю возили именно этими БДК. А их уже нет. А те, что остались, небоеспособны. Там некоторые уже по несколько лет стоят на ремонте. Неизвестно, когда закончится. Так что ситуация у них с БДК еще хуже стала. Поэтому каждый разгромленный БДК. Я не знаю, сколько у них там на плаву их осталось. Трудно сказать. По списку шесть. На плаву может два или три. Кто их знает. Этого катастрофически мало. Особенно учитывая, я же говорю, их интересы в Сирии. За Крым я просто молчу. Так что, ребятки, у нас есть не минус два, а минус три корабля. Ну, опять-таки, не вижу повода не выпить лимонада.